Добрый день! Сегодня у меня очередная видеоинструкция. Я вам расскажу, как точно определить размер обуви при покупке через интернет. Подобная инструкция была полтора года назад. И, как вы понимаете, уже время идёт. Инструкция весьма устарелая и что-то стало неактуально. И я вот немножко её обновлю. Сами, как бы, думаю, кто покупал кроссовки через интернет, не всегда получалось именно подобрать свой точный размер. Тут есть два варианта. Если вы работаете с частным продавцом, вы всегда можете попросить, чтобы он сделал замер стельки. Если вы работаете с официальными представителями, там Adidas, Reebok, Nike, то там такого уже не проканает. Adidas предоставляет, допустим, свои размерные сетки, как и любые другие фирмы. Но там, конечно, бред полнейший ещё. Я буду сейчас правильно вставлять именно фотографии. И вы всё поймёте. Там такие цифры нарисованы, что реально они нарисованы. И никакого отношения прямого к кроссовкам, к обуви нет. И поэтому, ориентируясь на эту размерную сетку, вы никогда не попадёте в свой размер. Покупка через интернет. Конечно, если есть возврат, то хорошо. А если нет возврата, то придётся уже продавать или что-то именно делать с самими кроссовками. Всю информацию я беру, как обычно, из головы. За три года я перемерил огромное количество кроссовок. Своего размера и не своего. Перемерил длинный стелек. И это там перевалило за тысячу пар уже давным-давно. И поэтому черпануть у меня, честно говоря, есть откуда. И рассказать вам тоже есть. Прежде всего, следует ориентироваться только на два размера. У любой фирмы. Это американский размер USA-US. И размер японский GP. По GP размеру очень много информации. И она весьма разная. Кто-то говорит, что это длина стельки. Кто-то говорит, что это рекомендуемая длина стопы. Кто-то вообще ничего не говорит. Сам Adidas. Мне очень интересно. Если я, конечно, найду эти сообщения Adidas. Я всегда отвечал по-разному. Я спрашивал с разницей в месяц. Мне сперва сказали, что это длина стельки GP. Потом мне сказали, что это рекомендуемая длина стопы. А потом мне сказали, да мы вообще не ориентируемся на GP. Мы вообще не знаем, что это такое. Ориентируйтесь типа на другое. Само выражение есть в простонародье. Большимерят, маломерят. Неправильное. Изначально скажу. Российский размер, сам российский, всегда был меньше европейского. Это такой, можно так сказать, уже стандарт. Большимерят и маломерят. Это говорят, когда, если вы, допустим, берете свой стандартный размер, допустим, US-9. И одеваете их, а они вам вообще большие. Или они вам вообще сильно жмут. Вот тогда можно говорить, большимерят или маломерят. Но тут все зависит напрямую от конструкции самой обуви. Я буду параллельно показывать, как я делал замеры стелек, и вы все поймете. Субтитры подогнал «Симон»! 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 И, конечно, вам нужно правильно сделать замер своей стельки. Я это вам все покажу. Два типа стелек. Одна прямая, другая с закруглением. Я измеряю обычно вот такой вот рулеткой. Маленькой рулеткой на конце идет с загибом. К пятки, представляете, в напряг, немножко натягиваете рулетку, чтобы она сымитировала эффект, когда вставлена стелька в кроссовок. Когда вставлена, вот эта часть немножко вперед уходит по понятным причинам. Вот, я немножко натянул ее и получил 26,5 примерно. Это получается US8. С прямой стелькой. Ну, тут все, конечно, просто. От начала и до конца измерили, и все. Ширина стельки измеряется. Это самый широкий участок именно стельки. Обычно в носовой части. Ну, где-то вот тут примерно. 9,5 получили. Измерять вот эту стельку не нужно по внутреннему какому-то периметру. Многие измеряют вот так вот. Но это уже идет неправильно. Измерять нужно только вот так вот. Это мой вам совет. И сделать правильно именно замер своей стопы. Я вам показал, как делают замер стельки. Теперь я вам покажу, как делают замер стопы. Листок бумаги, линейка, рулетка. Обычно делается в тоненьких носках, либо без носков. Даем давление на ногу. Выпрямляем ногу, чтобы она немножко расплюснулась. Измеряем левую и правую ногу, потому что ноги, как вы знаете, разные по объему, так и по длине. Редко бывает, что левая и правая нога одинаковые. И нужно ориентироваться именно на меньшую стопу. Потому что если будете ориентироваться на большую стопу, потом модель разносится. И большая стопа будет нормально себя ощущать, а меньшая будет хлябать. Поэтому берем вот так вот. Сделаем линейку к большому пальцу. Боковое ребро линейки – это ваша линия. Не обводим, а именно ставим линейку. Вот косточку заднюю. Все. Тут прочерчиваем. Это так более быстро сделано, но вы более точно сможете сделать. Делаем потом замер. Ну, а вот я получил 26,3-26,2. Берем кроссовки свои. 26,5, да, одни возьмем. GP. Не хотел все фокусироваться. Ну, вот, двое кроссовок. Теперь их измеряем. Померили. И смотрим. Вот, 26-е. Идеально просто сидят. Просто идеально. 26,5. Ну, палец большой. Тоже в самый раз. Тут, в принципе, все просто. Длину стельки и длину стопы – это обязательно вам надо знать. И мерить это нужно вечером, когда нога максимально устала, максимально распухла. И тогда имеет максимальные объемы. Именно вечером нужно все мерить. Конструкция самих кроссовок получается такая, что все кроссовки сидят на ноге весьма по-разному. Обычно ретро-кроссовки более объемные. Спортивные кроссовки, как и присущие им, имеют больше обхват. И поэтому они более плотно сидят на ноге. Там играет роль периметр ахилла. Это нужно обязательно смотреть. И сама длина стельки, толщина ее. И боковая поддержка, есть или нет. Чем плотнее материалы, тем плотнее сидят кроссовки. Чем меньше материалы, чем они более такие, знаете, хлюпенькие кроссовки, тем они свободнее сидят. И вы уже здесь должны ориентироваться чисто на это. Вот, допустим, Nike, американская девятка. У меня, в принципе, сидят неплохо. Да? Ну, может быть, чуток большеватый. А вот американские 7,5 у Adidas, Adidas и QT, дико, получается, большимерят. И 7,5 мне даже немножко большие. Есть такой небольшой секретик. Если вы купили через интернет и немножко пролетели, чувствуете, что вам немножко они большеваты, вытащите стельку. Купите или возьмите стельку плотную, с боковой поддержкой и вставьте ее туда. И вы прибавите к этому размеру, к своей ноге полуразмера. И вам будет именно поплотнее кроссовки так же проделаться, если они вам жмут. Просто вытаскиваете стельку, ставите менее такую плотную, и получается, вы в этом выигрываете. Ну, конечно, еще они потом разносятся немножко. Чисто все зависит от еще вставок плотных. Бывает плотная пятка, да, периметр ахила, там сама пятка плотная. А бывает тоненькая. Ну, и вот и как вы думаете, как будет это все сидеть на ногах? Конечно, если вы берете свой размер обычный, то смотрите, конечно, обращайте на это все внимание. И частный продавец вам иногда может сказать, какая толщина стельки, какая длина стельки. Сделать правильный замер может вам. Если, допустим, здесь плотная пятка, то, конечно, ваша нога будет вперед еще дальше уходить. Эта плотность вам будет придавать еще размеры, да, там полуразмера. А если пятка тоненькая, то, конечно, это все будет более хлюпать. И поэтому здесь надо более плотно брать. И всегда все по-разному разнится. Конструкция всех разная. У Нью Беланса, так вообще, у них помимо вот этих длин еще присутствует полнота. Идет буквами Д, это стандартная полнота. Есть более узкая, еще более узкая, есть широкая и более широкая. И здесь еще от ширины стопы все тоже многое зависит. То есть, у кого проблематичная нога, вам, конечно, нужно ориентироваться на это все. Еще моя рекомендация будет следующая. Если вы берете кроссовки на Гортексе, обычно берите на полуразмера больше своего стандартного размера. По одной простой причине, Гортекс это изнутри будет как бы идет носком. Это мембрана. И поэтому она более сильно облегает ногу. И на полуразмера возьмите больше своего стандартного. Это раз. Если вы берете какие-то кожаные, замшевые кроссовки, помните, что они со временем немножко растягиваются. И учитывайте этот факт. На зиму, если берете демисезон, там более плотные материалы, более плотные вставки. И где-то даже можете, если будете носить более с теплыми носками или шерстяными носками, то обязательно учитывайте этот запас. Берите либо на полуразмера больше, либо на размер больше. Ну, это уже, смотрите, от своего типа стопы. И еще один такой немаловажный момент. Обязательно смотрите, когда вот, если померили свою длину стельки, она, допустим, равна, ну там, 27,3-27,4, да, сантиметра, то GP вам, скорее всего, придется брать 27. Это US9. Вот такой вот расклад. Сейчас в последнее время. И GP, если 27, то длина стельки не будет 27. Она будет чуть-чуть с запасом. Где-то 27,4. Ну, вот я вам примерно вот так вот привел. Помните всегда, что маленькие размеры, такие вот, как US7,5-8, они обычно более такие большимерные, так сказать. Большие размеры, наоборот, маломерные. А средние размеры, такие как US10,5, они идут размер-размер. Вот это нужно учитывать. Вот такая вот ситуация. Если вы покупаете кроссовки, то ориентируйтесь именно на оригинальные кроссовки. Если у вас в пользовании какие-то подделки, то не нужно на них ориентироваться. Вы всегда, ну, если, конечно, у вас есть какие-то поблизости брендовые магазины, вы можете всегда померить, сходить оригинальные кроссовки и узнать свой точный размер. И хорошо бы померить именно по тому типу кроссовок, которые вы хотите купить именно через интернет. Ну, допустим, я не знаю, вы хотите для спорта купить какие-то спортивные кроссовки, берите примерно той же серии. Если вы там, допустим, Adidas Supernova хотите, то берите, мерьте именно примерно эти же кроссовки. Или какие-то определенно похожие. Не нужно брать кроссовки какие-то ретро. Если вы, допустим, берете беговые Supernova, то не нужно брать и мерить Adidas ZX, которые вообще тип у них разный. Одни ретро кроссовки, они более-таки большимерные, а другие Supernova это более-таки кроссовки, которые полностью идут с обхватом, более плотные там все вставки. Это разные типы кроссовок. Именно только ориентироваться. Не нужно брать, допустим, Adidas покупать через интернет, а при этом ориентироваться на Nike. Только вот эти сопоставления. Именно сопоставлять нужно типы кроссовок, именно сами модели и именно сами фирмы. И я думаю, вы тогда сможете точно определить свой размер обуви и не пролететь при покупке через интернет. Всем спасибо за внимание. До свидания.